Здравствуйте, Клуб редакторов на телеканалах Беларусь 1 и Беларусь 24. Обсуждаем важную тему уходящей недели. Наша сегодняшняя программа будет состоять из двух частей. В первой части будем обсуждать масштабное социологическое исследование, которое состоялось в Беларуси. Ну и гости у нас сегодня соответствующие. Позвольте, я вам представлю. Традиционные наши участники клуба Дмитрий Жук, СБ Беларусь Сегодня. Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК Мира в Беларуси. Ну и, собственно, Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЭКООМ. И Евгений Копатько, социолог. Добрый вечер. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Сразу, так сказать, быка за рога. Вспоминаю 3% 2020 года, и глядя на ваши цифры, ну, на первую инфографику, которая лежит передо мной, уровень доверия президенту в том числе. Более 72% беларусов доверяют президенту Республики Беларусь. Армия, церковь чуть меньше. Дальше правоохранители, ВНС, правительство, суд, парламенты. Неоправда, скажут псевдонезависимые СМИ. Не может такого быть. Может такое быть? Может быть все, что угодно. Вы знаете... Цифра высокая. Даже не в ней, в ее величине, размерах, тенденция и ощущение. Мы год назад проводили аналогичное крупное исследование, масштабное. И тональность, атмосфера поменялась, заполнение людей. Такие, как они просят, а когда вы оглашать будете? Ну, им интересно знать, в какой категории их мнение. Вот эти 3%, о которых вы говорите, пресловутые, они не ответили, да? Наверное. Ну, есть. Но, опять же, это открытость. Они смогли эту точку зрения свою выразить, да? Или не выразить тем, что ничего не говорили. Поэтому, да, достойные цифры, но они отражают и в том числе и вашу работу. И то, что президент перестроил свой график, мы видим постоянно больницы каждый день, предприятие какое-то, экономический блок, ну, движение постоянно, да? И это находит свое отражение, потому что мы увидели рост, да, доверия. И армия обратила на себя внимание. Вот эти угрозы, которые на нас пошли, люди их оценили. Оценили по-своему. То есть уровень доверия армии, вы видите, он заметно увеличился. То есть, возможно, с событиями, которые на границе у нас? Ну, безусловно. Когда 20 тысяч вооруженных тяжелой мехтехникой истягиваются к границам войск, ну, как люди будут, о чем должны думать? Вот мы видим, да, роль и значение вооруженных сил. Здесь несколько вот есть из образа будущего, потому что исследование мысли о будущем. Всебелорусскому народному собранию доверие больше, чем парламенту. Это новый орган, и, возможно, это проекция того будущего через референдум, через конституцию, через полномочия, разделение, которое будет. Это надо еще, конечно, глубиннее смотреть, но вместе с тем, ну, определенные ожидания мы видим. Ну, потому что мы говорили много о том, что люди хотят перемены. Это, наверное, всегда интересно, когда появляется какая-то новая структура, впереди яркие события в виде референдума, запуска этого механизма. Это, конечно, всегда для людей привлекательно. Но мне кажется, здесь немножко и не так, потому что ВНС – это не новый орган. Всебелорусское народное собрание – это статус новый, но это орган, который существует давно. И, в принципе, то, что ему доверяют, это говорит даже не о будущем, может быть, столько, да, сколько о том, что даже сейчас ВНС для многих людей – это то, что определяет их судьбу. Туда не попадают случайные люди. Туда попадают люди, которых, ну, как бы, выдвигает и избирает народ. Вот. И это орган, который уже пользуется популярностью и доверием. Поэтому логично, что впереди доверие и популярность будут только укрепляться. Я думаю, что люди, ну, часто же эмоционально реагируют и отвечают. Вы знаете, как успешно и интересно прошло, ну, прошлое Всебелорусское народное собрание. А вы знаете, я согласен, какая мысль. А вот эти диалоговые площадки, которые пошли в прошлое ВНС, и депутаты, которые поехали у себя на местах разговаривать, вот оно и сыграло. То есть мы говорим. А мне кажется, вопрос совсем в этом. Но есть еще другой аспект, который мы как упускаем. Вы произнесли это слово – эмоциональность. У людей ушла эмоциональность при оценке и стало больше здравого смысла. И поэтому уровень доверия вот к этим институтам, таким стабильным, который, в принципе, он всегда был высокий к этим институтам. Почему? Потому что, они посмотрели, было сказано, результат сделано. Подтвердилось то, что было сказано. Значит, можно доверять и так по многим позициям. А у тех, кто пользовался раньше, скажем так, вызывал сомнения, они увидели другую картину – то, что обещалось, ничего не произошло. Вот и все. И люди просто, скажем так, немножечко успокоились эмоционально, сделали свои какие-то выводы. Каждый свои, они разные могут быть. Но, в принципе, вот эта эмоция ушла и позволила людям трезвее оценить ситуацию. Вот и все. Сергей Юрьевич, нам всегда интересен взгляд со стороны. А на вас, так сказать, что произвело наибольшее впечатление? Знаете, впечатление всегда производит работа в разных странах и сравнение с другими странами, с другими временами. Ну, первое. Вот вы знаете, мы уже говорили, когда на этапе подготовки с Сергеем Григорьевичем, и когда готовили они анкету, мы делились впечатлениями. До войны на Украине подавляющее большинство граждан хорошо относилось к России. Вы имеете в виду 2014 года? Конечно, да. Для нас, извините, да. Да, ну для меня уже, да. Кстати, это тоже, это вот уже, да, вот как-то... Деформация такая, да? Да, это вот, знаете, вот, да, извините, что в вашей аудитории так пришло, да. Ну, вы отреагировали, это правда. Вот, так вот, смотрите, что было. Мы когда мерили ситуацию до госпереворота, до всех этих событий, то больше 65% граждан Украины считали Россию братской страной, дружеским государством. Пожалуй, на постсоветском пространстве осталось Белоруссия и Армения, где большое количество людей искренне и хорошо по-доброму относятся к России. Для меня это очень важно. Я, кстати, это говорю прежде всего для российской аудитории, потому что уважительные отношения есть и на Украине к белорусам, и в России. Просто иногда там есть такие искажения медийка, вот. Но я социолог, и по большому счету количество, сумма субъективных мнений дает объективную оценку. Второе, на что я обратил внимание, это, знаете, это картинка будущего. Это правильно, потому что вот мы много говорили, я хотел бы, как бы, чтобы вы продолжили эти исследования, делали сравнительные исследования в разных странах, вот, и смотрели на то, каким вы видите будущее. То есть у вас, да, вы сказали про абсолютно правильную вещь, более с трезвой головой вы смотрите на ситуацию. Потому что я приведу еще один пример на Украине, когда начались события у вас в 2020 году, провели опрос и задали людям вопрос, хотели бы вы украинский сценарий для Белоруссии. Я уже говорю в ваших эфирах, вот оно до сих пор, вот есть цифры, которые реально, ну, как они заставляют задуматься. Это не политика. Вот просто отбросить, там, красное, белое были, все. 11,5% хотели бы, чтобы был украинский сценарий у вас. Вот в несколько, и за 70% не хотели бы. Чтобы вы стали на такой свободной, демократической, суверенности. Я, заметьте, я очень корректно говорю, и те люди отвечали корректно. Они говорят, хотите ли вы такого варианта развития событий. Заметьте, я максимально деполитизирую эту тему. Там была своя мотивация. Да, это мотивация, причем же там люди разных убеждений, это очень важно. Так вот, я обратил внимание, первое, это то, что, безусловно, отношение к России, это важно смотреть, потому что в рамках союзного государства всего, то есть, как бы, это новый импульс, два президента дали. Для меня это просто по-человечески важно. Я не хочу, чтобы мы теряли. Вот если есть потери какие-то были, что очень важно было бы, чтобы понимали, что лучше принимать решения, быть субъектными. Второй момент, о чем я обратил внимание, это в российской аудитории говорю, что для вас ценностью является суверенитет. Это важно. Вот и президент страны говорил, вашей страны говорил о том, что мы с Владимиром Владимировичем договоримся, что это две суверенные страны, учтем опыт. И, слава богу, что это была фигура речи. Это вопрос такой, что действительно, нам есть что объединять. Нам есть опираться на что. Очень важно. Когда мы хотим найти различия, мы их найдем тысячи, миллионы даже очень близких людей. Но если мы хотим жить вместе, для меня картина будущего очень важна. Вот я и хотел бы обратить внимание на то, что какая проекция будущего. Вопрос стабильности это не самоцель. Вопрос изменений контролируемых. Вопрос сменяемости ситуации. Чтобы это люди понимали, чем вы рискуете. И фактор такой, что внутренней субъектности заключается в том, на мой взгляд, я посмотрел в разных странах, где произошли события очень трагичные. Еще раз заметьте, я об Украине говорю, никого не критикую. Я просто говорю, что произошли изменения, что лучше что-то приобрести, чем многое потерять. Это вот вопрос изменений, он важен. Вопрос отношений очень важен. И вот если в обществе есть такое понимание, социальный консенсус, а социология в этом плане это инструмент. Я никогда его не идеализировал. Но это инструмент для принятия политических решений. В любой стране, в любом режиме, подчеркиваю, это и у поляков, и у литовцев, и у вас, и у украинцев, и у русских, это все есть. Самое главное, чтобы это не бороться с проблемами, а не создавать их. Вот такой это мой посыл и мои пожелания. Дай бог просто, чтобы это, Сергей, пошло, знаете, чтобы это как мониторинговая тема была. Вот дай бог вам удачи этой информации. Вот еще одна цифра. Доверие оппозиции по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в 2021 году, снизилось почти в два раза, оказавшись на уровне 8,7%. При этом минимальный уровень доверия оппозиции зафиксирован во всех возрастных группах. У молодежи 14, граждан среднего возраста 6,1, пожилых людей 5,2. Но я настаиваю, что в 2020 году была попытка цветной революции. И это как для меня, да простят меня люди, кто пытался это сделать. Все-таки это был такой медицинский случай. Я, в общем-то, был внутри многих событий. И некоторые люди, с которыми я в тот момент общался, мне казалось, что они находятся в каком-то литургическом сне. Они просто как не были сами собой. Можно сказать, что сейчас какое-то плохое слово отходняк, да? Люди отходят от того. Отрезвление. Отрезвление, наверное, да? Потому что после этого было много, масса событий. Мы видим, какие катастрофические ошибки допускали люди, которые здесь называются оппозицией. Я их не считаю оппозицией тех, которые сбежали. Оппозиция внутри страны. И насколько, как мне кажется, я не очень люблю хвалить, конечно, власть. Это не очень корректно со стороны ведущего. Но ошибок-то не было. За последний год были достаточно взвешенные, грамотные и последовательные решения. Если позволите, я отрефлексирую на это. Знаете, никогда, когда ты заходишь в чужой дом, не надо ногой дверь открывать. Когда приходишь в гости к вам, у вас своя жизнь. Вот вы ее и держитесь, как вы хотите выстраивать ее. Самое главное, вы правильно говорите, если есть диалог власти и общества, подчеркиваю, это тогда поможет снять многие вопросы. Многие проблемы решить, даже не создавая этих проблем. Вопрос я не буду оценивать. У вас по-разному относятся и к власти, у вас по-разному относятся к оппозиции. У вас это, ну, по большому счету, это нормально. Вопрос такой, чтобы этот конфликт не носил, а, перманентный характер, и это не приводило к взаимному уничтожению. Если вы способны это решить, то тогда честь вам и хвала, и тем людям, которые способны слушать и говорить другого. Еще раз, я еще раз, никого ругать не буду, я говорю, что есть разные мнения. Но если они будут слышаться в стране, если у вас будет этот диалог, то я думаю, что, ну, просто дай бог вам возможности просто жить своим умом. Вот договариваться, строить отношения с соседями нормальные, оставаться, вот, знаете, вот не ломать вот то, что потом восстановить невозможно. Я это просто, ну, искренне от души желаю. Тут нет никакого пафоса, никакой патетики. Ну и когда человек теряет много, восстановить многие вещи просто невозможно от слова совсем. Разрушить это, ну, в один момент, потому что только на раз вот так вот ломается целая система государства. Но, с другой стороны, опять-таки, движение вперед, это нельзя консервировать. Нужно двигаться и понимать, что в зону неизвестного заходить надо. И вот, на мой взгляд, самое важное, чтобы вот был такой социальный, общественный договор. Вот, заметьте, я говорю, я подбираю каждую букву, говоря у вас в этом эфире. Я не стесняюсь, знаете, я так рублю, я не особо, но я говорю, что когда ты заходишь в чужой дом, очень внимательно и деликатно относись к людям и к разным точкам зрения. Я их всегда учился уважать. Я работал с разными политическими партиями, порой геометрально противоположными, в разных странах был. И моя профессия предусматривает, опять-таки, ключевой. В социологии нет правильных и неправильных ответов. Есть ваша уникальная точка зрения. Я хочу, чтобы их было много и чтобы она вам давала пищу для ума. Иван Михайлович, я все-таки должен уточнить, это не было революцией, это была попытка мятежа. Потому что революция предполагает массу причин и следствий. Здесь этого не было. Здесь была попытка переворота. И, кстати, одной из целей вот этой попытки было разобщение общества. Кого-то отделить. Мы помним эти белые ленточки, браслеты. То, что у вас происходило с Навальным, вот эти белые браслетики. Это показать, что разделить людей по какому-то признаку. И то, что в наше общество пришло вот это разделение и противостояние, это очень плохо. А так было. И так еще продолжает оставаться. Оно по возрасту идет, извините. Да, но количество людей, которые, что социологи подтверждают их исследования, которые, скажем так, придерживались вот этой конфронтации в обществе, стало меньше. И это уже хорошо. И это и есть работа, наверное, власти. Ну и людей, я думаю. Они посмотрели и сами, ну скажем так, пришли к каким-то решениям и выводам. Вот я с вами соглашусь. Мне кажется, вот эта социология показывает, вот правильно, что народ трезвеет, начинает более практично, прагматично, более трезво смотреть на очень многие вещи, трезво их оценивать, понимать, что лежит на весах, более осознанно. Не знаешь, он должен облакировать ходить власти. Да, раньше никто ничего не понимал, да, и может быть, там не столько мы шагов вперед сделали, но люди более трезво начали оценивать и понимать, что они могут потерять реально. И что это не так, что, ну, может быть, потеряю, может быть, не потеряю. Нет, ты потеряешь, и потеряешь однозначно. И я это оцениваю трезво и реально. И я еще хотела обратить внимание на то, что был очень хороший срез общества, среди которого проводился опрос. Ведь это трудовое население, те люди, которые реально заняты в экономике. Если я правильно понимаю, вы меня поправьте, это более 4 миллионов человек. Да. Так? Это самый активный, начиная со студентов. Респондентов более 10 тысяч. Да, более 10 тысяч, и входят и студенты, в том числе. То есть мы можем говорить о том, что это широкий, большой срез, который очень хорошо показывает происходящее. Нет, на самом деле вопрос качества проведения важного. Допустим, в России работает на выборке 1600 респондентов на большую страну. В Соединенных Штатах на 320 миллиона населения тоже выборка 1600. Украина 2000, средняя выборка. Наука это позволяет. Да, легко, легко. Это не есть проблема. Главное, чтобы исполнение. Вопрос, где есть, на мой взгляд, проблема серьезная, она и в вашем обществе, и на Украине, и в России, и во многих странах Европы Западной. Это раскол поколенческий. Потому что, знаете, цифровизация жизни, извините, это темы, которые отдельные для вас будут безумно интересными. Но вопрос такой, что и часть конфликта это молодежь и старшее поколение. Если вам удастся преодолеть этот раскол, то, наверное, вот будет меньше политических катаклизмов. Это, я говорю, подчеркиваю, это актуально и для литовцев, и для поляков, и для России. Ну, это отличная тема отцов и детей, наверное. Нет, нет, вот когда в политические процессы, когда идет разобщение, обратите внимание, вы же посмотрите по вашей медийке 2020 года. Там все очень нелинейно было. Посмотрите по участникам, кто участвовал в протестах. У них были основания так действовать, и в основном это была молодежь. И причем сразу с места в карьер пошла история. Я вам скажу больше. Первый Майдан на Украине, он был абсолютно мирный. Ну, то есть, это такой, я бы, после 2014 года, ну, это я бы назвал там, ну, не карнавальный, не хочу так, но это было бескровно, это было, ну, там, где-то был мортобой ритуальный уже после Нового года, после третьего тура, когда люди на отдых уже, кто от горя, кто от радости был, понимаете? А здесь вопрос серьезный. И вопрос вот этих отношений, отношения к власти, потому что у вас же смотрят люди на Запад, люди смотрят и на Россию. У вас есть с разных сторон, вы живете в довольно сложной среде, но, тем не менее, вы понимаете, что есть и прозападные ориентиры людей, у вас достаточно мобильное население, у вас достаточно высокие образовательные цены, но еще раз говорю, вам есть что терять. Это вот, знаете, это вот, ну, я был во многих странах, ну, не дам соврать, но говорю, я когда смотрю, вот, есть там несколько стран, говорю, ребята, вам есть что терять, это не только у вас. Вот дай бог вам, чтобы вы просто сохранили себя и сохранили свои возможности. Спасибо. Ну, что касается будущего, еще одна цифра, 63% респондентов заявили о том, что они планируют принять участие в референдуме. Это для сегодняшней стадии. Это нормальная цифра? Это высокая цифра. Высокая, да? Высокая, да? Вы знаете, вот, не буду переоценивать, высокие ожидания от референдума проведения и изменения структуры власти в обществе есть. И мы их, эти ожидания увидели и увидели на цифрах, да? И мы должны оправдать. Сейчас идут это через общество, знания, общение, через медиа. Мы увидели высокую степень вашей работы в целом, как средств массовой информации в этих обновленных данных. Этому были посвящены отдельные вопросы? Все. Вот в комплексе. Мы опубликовали только половину, пока она сегодня, там, в понедельник будет. Но вот в комплекс весь я вижу высокую включенность СМИ. То есть люди задумались, о чем говорит Дмитрий Александрович, но задумались они не только исходя из своей жизни и окружения, но и все-таки читая и смотря, да. И это мы увидели. Вы знаете, интересное... Можно графику по СМИ, да, вывести, мы посмотрим. Аналогия через миграцию, да. Вопрос мы задали. Кто несет ответственность за наплыв скопления мигрантов на границе, да. И правильная оценка, откуда она происходит. Правительство стран, страны ЕС, США, НАТО, да. Беларусь занимает малый процент. Но наши граждане впервые увидели детишек и женщин беззащитных, бегущих от войны на своих улицах. Слушайте, ну такой массив пропаганды был по поводу того, что это сделала белорусская власть, и все равно результат... Вы, значит, четко смогли это донести, понимаете? Вот мы видим цифры, 22% населения первое место черпают информацию из республиканского телевидения. А я вот вам объясню, вот следующие, которые практически тоже 22, да, интернет-СМИ. А сейчас как назвать не интернет-СМИ, а светскую Беларусь? Подождите, но у нас тоже хватает... Да, вот так это у тебя и речи, что идет интеграция, коллаборация ваша, да. И то, что мы смотрим газету, и многие люди даже не знают, что за Беларусь сегодня интернет-версия от газетной отличается очень сильно. Но они смотрят Беларусь сегодня на сети, да, и получается, что это тоже цифры газетные. И вы просто делаете новые медиа. Вы сейчас в этом процессе. И мы за год... Нет, это вот отражение той объективной реальности, которая происходит. Потому что, ну, посмотрел в телефоне, а ты смотрел телеканал, да? Ну, вот мы и видим этим... Контент. Скорее нужно ставить вопрос так формулировать. Чей контент вы потребляете? А вы знаете... Телевизионный контент, произведенный телевидением, или... А вы тоже смотрите интереснее. Иван Михайлович, я вам скажу очень обидную вещь для нас, журналистов. Людям, которые, как вы сказали, потребляют контент, абсолютно все равно, чей он. Главное, чтобы он им был интересен. Вот и все. И последняя, если можно, инфографика, тоже интерес по поводу санкций. Хотелось бы придать привет нашим западным партнерам и тем, кто им помогает это сделать. Но, как мне кажется, исходя из этих цифр, абсолютно провал. И только против себя они настраивают население. Что, в общем-то, нас не может не радовать, с одной стороны. С другой стороны, санкции не есть хорошо. Ну, вот, знаете, хотелось бы поговорить и посмотреть в глаза тому человеку, который позитивно к ним относится. Вот, ну, он есть, если полтора процента, и скорее позитивно 1,4. Заметьте, это не политический вопрос, да? И тот же ответ. То есть здесь же нету про Александра Григорьевича. Но вот это вот позитивно к санкциям, вот я вот честно не могу. Как свои страны... Ну, это глупость высшей степени. В общем, в большей степени, кого бы эти санкции не касались. Вот эта вот диаграмма, она отражает, на самом деле, нашу ментальность. Даже где-то славянскую ментальность, да? Которую западному миру сложно понять. Вот эта фраза «наших бьют», да? Значит, надо объединяться и выступать против тех, кто делает плохо. В индивидуалистическом саксонском обществе не очень-то прижилась эта идея. Поэтому все нормально, реакция абсолютно адекватная. Евгений Дмитриевич, а вот по ощущениям, настроения общества, вот исходя из этой информации. Вы знаете, первое, что я зацепил, я говорю, я просто сам проводил исследования. Спасибо коллеге, дали возможность поработать. Это первое, что обратил, это действительно вот на суверенитет, ценность суверенитета. Это очень важно, потому что это потом я увидел ваши цифры, а я до этого и получил. Это национальная идея, которая... Вы знаете, во многом, да. На Украине до войны я задавал вопросы. Сказать, мы во Львове работали, мы работали в Донецке, в разных городах. И меня спросили, что для тебя национальная идея? Я говорю, ребята, давайте научимся жить вместе. Давайте поломать мы можем, ну на раз, два, три. Очень много было нормальных, меняемых людей. Вот это очень важно. И были и на Западе, и на Востоке Украины. Вот это для меня была национальная идея. Сейчас это уже другая история. В Беларуси похоже на суверенитет. Вы знаете, помимо всего прочего, наверное, все-таки это картина будущего. Что это были доизменения, которые вы контролируете сами. Я, может быть, сложное здесь имею в виду, но на мой взгляд это очень важно. А вопрос медийного, то, о чем вы говорите, коллеги, правильно. Стремительно распространяется информация в один момент, как вспышка спички. Правда ведь? Она расходится молниеносно. Я хочу сказать, что она влияет и на людей, на, скажем, больше, может, на мой взгляд, чего бы я хотел. Я в России задавал вопрос. А что вы знаете о жизни белорусов? А что вы знаете о жизни тех же киргизов? Что вы знаете о жизни тех же молдаван? Это очень важно. То есть, как бы, наверное, информация, касающаяся вашей жизни, она очень интересна другим будет людям. Интерес любое общество и движение вместе, это, ну, практика многих лет. Говорит о том, что когда люди интересны друг другу становятся. Что интересно у вас? Вот от этого союза образуется. Они просто так по мгновению палочки не образуются. И самое главное, что дает перспективу любому социуму, любому обществу, это когда молодежь, преемственность идет. И когда люди могут договариваться. И когда строится, ну, допустим, я уже приводил пример. Есть тревожная тенденция о том, что вот это информационное пространство у нас расшивается за 30 лет. Давайте откровенно, поколение союза уже ушло. Мы с Сергеем об этом говорили не единожды. Вот обратите внимание, я проводил контент. За пять лет последних количества студентов из азербайджанских в Турции увеличилось в три раза. А в России сократилось. Количество белорусских студентов в польских, литовских вузах, западных, оно увеличилось. А в России осталось примерно константным. По-моему, у вас сейчас паритетные показатели. Но тут ковидный год, он сбивает много. Вот о чем идет речь. То есть я считаю, что это, наверное, суверенитет, это право сильных, сильных внутри. И любое общество, малое или большое, оно живет только тем, если умеет договариваться. И другого ничего не увидел. Вот вы знаете, ничего нет другого. Если вы способны это сделать, значит, дай бог перспективы. Спасибо вам большое. Спасибо за обстоятельный разговор. У нас в студии были Евгений Копатько и Сергей Мусиенко. Мы обсуждали результаты масштабного психологического исследования. Спасибо вам. Спасибо. Увидимся после рекламы. Это клуб редакторов на «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Вторая часть нашей программы. Позвольте, я представлю гостей, которые появились у нас в студии. Известные всем вам люди, естественно. Тем не менее, Вадим Воровик, политический аналитик. И Петр Петровский, политический аналитик. Спасибо большое, что пришли. Обсуждали социологические исследования. Мы перед тем, как вы зашли в студию. Вернее, результаты этого исследования. Кстати, как вам? Показывает, что общество осмыслило то, что было в прошлом году. И мы входим в нормальную, более-менее такую колею, где общественное сознание уже не подвержено настолько, как было вот этим всем негативным тенденциям. Ну, в принципе, вы в русле того, что мы здесь и обсуждали. Но перейдем к более горячим новостям. Не важным, а горячим. Сенсация случилась 16 декабря в 17.50. Случилась она вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы Тушемля, Гродненской погрангруппы. В пограничной полосе был остановлен военнослужащий вооруженных сил Польши Чичко Эмиль, 1996 года рождения. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, отчасти которые были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях с Белоруссией. В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами, военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь. Вот это, как по мне, так оплеуха. Войско польскому и пану Мнадуде, в частности. Здесь надо обратить внимание, что это не какой-то простой гражданин, а военнослужащий, то есть самая идеологизированная вообще часть польского общества. Мне лично это напомнило то, как польские военнослужащие после 17-го сентября переходили на сторону Красной Армии. И это не единожды случай такой. Второй момент показывает, почему поляки на самом деле боятся в пограничную зону кого-то пускать. То есть имеется такая вещь, что они обеспокоены тем, что польские военнослужащие, прежде всего, не то будут им говорить. И может произойти разложение их польской армии, уход от них. То есть это фактически такой лагерь концентрационный для самих польских военнослужащих, чтобы они не уходили со своих постов, не занимались дезертирством. И это мы видим. И третий момент, надо сказать, что мы увидели, что белорусская модель, философия вообще белорусского государства, она имеет сторонников Польши. И нам следует задуматься про мягкую силу, про то, чтобы донести польскому обществу и польскому государству о настоящем. О том, чем живут белорусы. Белорусское государство, белорусское общество. Я думаю, что у нас будет большущий клуб друзей Беларуси, особенно на фоне той провальной милитарийской политики, которую Польша проводит у себя. Ну, кто следит за тем, что происходит в Польше, конечно, далек от мысли от того, что польское общество целиком поддерживает правительство Польши. Если внимательно посмотреть, то там почти с точностью донбава. Вот я и хотела сказать, что это как раз-таки показывает и глубину раскола в самом польском обществе. Ну, вот такие попытки... Там всегда-то было 50 до 50. Это говорит о том, что власть, польская власть и польское общество уже давно не слышат и не понимают друг друга, и глубина раскола там велика. И это еще раз подчеркивает, что все попытки, вот эти раздувания миграционных скандалов и всего остального на руку именно польскому правительству, которое таким образом пытается нивелировать те негативные моменты, которые существуют у них. Поговаривают, что знающие люди, что раскол в польском обществе был настолько велик, что Дуда даже проиграл последние выборы. Да, он проиграл, но они сфальсифицировали. Тут момент какой. Ведь парень молодой, 27 лет, где-то есть и максимализм, где-то есть такая искренность отношения к службе. Он не молодой в 20. А ему не 27, ему чуть меньше все-таки, если 96-го. 25 – это уже осознанные решения взрослого мужчины. В разных СМИ дают разную информацию. Вот я читал 27, Иван Михайлович озвучен, 96-й год. Я согласен с тем, что он молодой относительно какого момента? До 44 лет Всемирная организация здравоохранения молодой считается. До 25 – юный. Я же не сказал юный, я сказал молодой. Так вот, касательно его. Ну, понимаете, он видел на глазах преступления. Ведь одно дело, когда происходит какая-то активная фаза на границе. И то незаконно, согласно любых международных норм, на территорию сопредельного государства направлять водометы, значит, светошумовые гоноранаты применить. Это незаконно, но здесь можно объяснить хоть чем-то. Но когда он в лесу вынужден ловить семью с замерзшими детьми, которые находятся при смерти практически, и вынужден их, иногда даже избивая родителей, выдворять на территорию незаконно, а ведь согласно нормам. Вот белорусы должны что понять? Что польская сторона, которая присоединилась ко всем конвенциям, которые касаются беженцев, нарушает законодательство и совершает каждый день вот этот солдат преступления. Они сами признают это? Да, они это сами признают. Поэтому вот в этом моменте мы должны понимать, что, конечно, молодой человек, ну, просто, наверное, я думаю, не выдержал. Ну, я думаю, он нам расскажет в ближайшее время. Ну, возможно, когда мы будем в эфире, он уже об этом рассказал, и в том числе на телеканалу «Беларусь-1». Но пока на обед нет такой информации. Вот несколько было интервью прекрасных нашего руководителя Александра Горича. И поверьте, вот и YouTube же работает тоже. Вот они все время на нас направляют YouTube. А ведь здесь каналы, и турецкий канал поработал, и Великобритания, и Россия, и прочие смотрят. И в Польше смотрят. Ведь есть другая точка зрения. Послушайте, насколько последовательно и неоднократно белорусская сторона и в лице первого государства, и на уровне МИДа, и правительства, и погранкомитета озвучивала логично нашу позицию. Откуда произошел этот кризис, кто в нем виноват, и кто основная жертва. Эти граждане, которые пострадали, сначала стали по вине, в том числе и Польши, и США, которая руководит Польшей, жертвами на своей территории, на своей земле. А потом, когда они обратились за помощью, которую им обещали, они стали жертвами на этой территории. Поэтому парень-то такой акт отчаяния, что он разочаровался в собственном государстве. Но мы примем всех граждан, которые готовы искренне разделять наши ценности. Потому что наши ценности самые гуманитарные, самые цивилизованные. Недаром Беларусь одна из стран-учредителей ООН. Мы будем новую мораль в этой организации. Россия, Беларусь, Китай. Россия и Китай – это постоянные члены Совета Безопасности. Если мы объединимся на фоне, в том числе и этой гуманитарной катастрофы, мы сможем, о чем вы говорили, мягкую силу, свою новую мораль, новые ценности проповедовать, в том числе и традиционные, правильное отношение к политике. Вот смотрите, что произошло в польском обществе. Польские власти вступили в конфликт, вы правильно сказали, с морально-этическими ценностями своего населения. На самом деле поляки абсолютно нормальные, адекватные люди. Более того, они очень религиозные, верующие. И то, что делает сегодня польская власть, в корне противоречит человеческим, христианским ценностям. И вот этот конфликт, он в этом обществе накалился. Если он где-то тлел, то сейчас он накалился, и он взорвется. И нужно понимать, что поляки по своей природе, это не те люди, которые будут терпеть. Они будут высказывать свое недовольство, в том числе и собственному руководству. И вот то, что мы видим сегодня в польском обществе, ну, скажем так, нынешняя власть, ПИС, играет очень грубо, да, против своих же, против ментальности своего же народа. Чем закончится, ну, будем смотреть. Еще один очень важный момент, чтобы вы это понимали. Когда американцы дают деньги, они требуют от правительства полного подчинения и аморфности определенной. То есть не должно существовать такого вот очень острого национального стержня у наций. С другой стороны, Польша начала демонстрировать этот стержень. Они даже в Евросоюзе, с свою точку зрения, отстаивают. Поэтому они в какой-то степени и не устраивают Вашингтон, и не устраивают Брюссель. И, соответственно, вот это противоречие. С одной стороны, польские традиционалисты, националисты. С другой стороны, те, кто вот уже профинансированы этими НКО, спецслужбами западными, курируются. И они уже, вот эти вот университетальные ценности, которые позволяют манипулировать правительство. Мне кажется, что Вашингтон вполне устраивает то, что Польша шатает Евросоюз. Это очень устраивает. Это и цель, мне кажется, такая. Абсолютно. Польша выполняет роль шатателя. Польский реваншизм по отношению ко всей Европе, даже ко всему миру, это тот инструмент, которым Штаты пользуются просто с ювелирной точностью. Я в 2014 году на Вашем канале, на интернете говорил, что Польша усиливает, американцы усиливают Польшу в противовес Германии, чтобы вот эту центростремительную силу ослабить. Им нужно несколько центров силы, потому что, когда появляются два центра силы, происходит распад. Я бы здесь обратил внимание еще на роль одного государства, которое недавно ушло из Европейского Союза, а именно Великобритании. Как правило, за всем стоит почти за всем Великобритания. Посмотрите, кто первый начал переправлять свои вооруженные силы. И второй момент, именно Великобритания хочет ухудшить переговорные позиции ЕС, чтобы красиво выйти. С другой стороны, она не хочет договора между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном. Разрядки. И, конечно же, милитаризация и даже малый такой какой-то вооруженный конфликт Британию бы устроил здесь. Почему? Потому что тогда не будет Северного потока-2, британский газ, нефть будет поступать замечательно. И не будет никакого договора между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном. Этот конфликт они должны бояться, потому что такого острова тогда не будет, если будет здесь военный конфликт. Поэтому они должны успокоиться и забыть про все военные конфликты. Мир в Европе. Это в первую очередь в интересах Великобритании. Это вы сейчас хотите рассказать британской элите, которая держала почти век полмира под собой? Не так давно этот период завершился. Да, да. Они приведут ли какие-то кровососы? Вот понимаете? Вообще, как мне кажется, мы сейчас живем, и зрители должны понимать, ну, в такой переломный момент. Не знаю, чем это все закончится. Но камин-аут за камин-аутом. Начиная от Борреля, заканчивая Блинкиным. Вы посмотрите, какие признания мы услышали. Ну, в хорошем смысле. У них и эти камин-ауты, и зрители. В хорошем смысле. Боррель, что сказал, еще раз напомню. Мы народы Запада, ЕС и США, мы властелины мира. Но только пока мы контролируем передовые технологии, от промышленного производства до вооружений. Если мы не сможем диктовать стандарты, мы можем потерять власть в этом столетии. То есть никто уже не скрывает, что речь идет не о выборах, а о правах человека. Речь идет о том, что они могут потерять власть. Но намекая на то, что Россия и Китай поднимают голову. Дальше. В интервью Wall Street Journal госсекретарь Энтони Блинка заявил, что США будут делать за рубежом что угодно, даже если это противоречит ценностям американцев. Если мы не станем действовать, если откажемся от лидерства, это место займет кто-то другой. Возможно, это будет противоречить интересам и ценностям американского народа. Плевать они хотели на ценности. Вот именно он послал свой американский народ куда подальше. Если вдруг это помешает контролировать мир. Ну и Еврокомиссию, еще раз я вспомню. Евросоюз решил укрепить защиту своей экономики от подрывающих ее действий со стороны конкурирующих держав. Таких, как Китай и Россия. Уже назвал страны, в общем-то, не скрывая. В среду Брюссель опубликовал планы, которые позволят ему вводить контрсанкции в отношении отдельных лиц, компаний и стран за их злонамеренные шаги в отношении государства, членов ЕС. То есть Европа и Соединенные Штаты Америки за последние две недели признали, что они обеспокоены, загнаны в угол, обеспокоены тем, что власть на планете уходит у них. Ну, они же сами сказали из рук. Иван Михайлович, они признали то, о чем Владимир Владимирович Путин, Александр Горьевич Лукашенко, вот эксперты говорят уже десятилетиями. Что эти государства занимаются лицемерием, политическим лицемерием, манипуляцией с целью извлечения выгоды. Конечная цель этой политики – деньги и власть. Контроль над миром. Поэтому вот эти розовые очки мы сняли. Раньше это декларировалось по построению правовых государств на территории… Они изнасилование называют ухаживанием, понимаете? Строение демократии. Ну что такое? Это вот фактически на уровне государства, это изнасилование государства. Когда приходят, разваливают экономику. Схема очень простая. Дорого покупать определенные объекты недвижимости и контролировать определенные геополитические регионы. Ну дорого это, надо договариваться, надо потоки направлять и прочее. Мы, начало экономическое давление. Если режим не падает и не происходит переворот в военный конфликт, потом идет кредитование через контролируемые международные структуры, Международный валютный фонд, Всемирный банк, либо прямое кредитование портфельное идет, инвестиции. Захватывается собственность на спаде, либо ликвидируются конкуренты. Приходят новые компании, конкурентов убрали, эта собственность вырастает в цене, они перепродают. Как Белави, например. А знаете, вот я рад, что они так прямо, открыто начали заявлять. Раньше они, знаете, как в театре за ширмой спрятались. Вот права человека, вот демократия. Мы так обеспокоены, или вот любили они такое слово использовать, озабочены, да, и по всем мирам, и демократиям во всем мире, кроме себя. А теперь они прямо заявляют, и, наверное, только последний идиот... Что нас интересует господство. Да, этого не видят. Второй момент, вот то, что они там заерзали, демонстрирует, что уходит земля под ногами. Технологии, сегодня многие лучше в Китае, чем на Западе. Финансовые институты, которые строят и один пояс, один путь, и Евразийский экономический союз, они уже могут, в том числе по кредитным некоторым линиям, по инвестиционным линиям конкурировать с западными. И эти товарищи понимают, что все, их господство на сегодняшний день заканчивается, что имеется альтернатива, и что им придется, хотят они этого или не хотят, жить в новых геополитических реалиях. Вы знаете, вот меня не покидает мысль такая, может, я сейчас очень просто скажу, но это то, что чувствую, да. У меня такое ощущение, что вот демократия по-европейски, по-американски, это такая секта. Вот они живут в такой секте, где есть некий бог, который называется демократия, и который периодически требует жертв. И вот сейчас даже госсекретарь признает, что мы готовы во имя этого бога жертвовать ценностями своего народа. Они жертвуют жизнями своего народа. Но при этом народу они делают прививку и говорят о том, что ваша жертва ради демократии. Они убивают людей во имя прав человека. Так это сектантство такое, понимаете? Это реальное сектантство. Что такое? Они на все репоприкали демократии и правами человека, вернее отсутствием, да? Но это главная ценность и свобода, да, в Соединенных Штатах Америки. А сейчас они готовы пожертвовать ради господства. Вы только вслушайтесь в это. Плевать они хотели на эти ценности. Так я же говорю, что у них это жертвенность. Как и было и осталось. Это деньги, это финансы. Вот их бог. А Штаты ведут себя по отношению к старой Европе точно так же, как Европа пытается вести себя к нам. Они вытаскивают из Европы деньги. Обкуривают и обкалывают свое общество. Обкуривают и обкалывают. И у нас вот получилось, что часть общества, которое вот, слава богу, сейчас показали социологические опросы, что мы трезвеем и осознаем. А тогда было такое ощущение, что они такие, ну, все же говорили, что мы не понимали, что мы делали. Мы были в каком-то под кайфом. Коллеги, ну если мы говорим про секту, надо понимать, что организации, организаторы любой секты, они очень трезвые люди. Они все понимают. Их задача какая? Манипулировать обществом и третьими лицами. То есть секта-то, чтобы вы понимали, они-то сами не в секте. Те, кто бенефицары. Они так секты. Они создают некую религию, которую потом как бы вот так вот и проповедуют. Ну, вот Петр сказал, что времена уже другие. И мы рады, что карты на стол и карты раскрыты. И тому, что времена другие, пришло подтверждение на этой неделе из Китая. Посмотрите, какой дерзкий ответ на вот эти все заявления подготовил МИД Китая. Давайте послушаем. Зверские убийства гражданских лиц американскими войсками в Афганистане неприемлемы. Это еще более возмутительно, чем то, что США безнаказанно оправдывают преступников по различным основаниям. Пока американцы говорят о демократии и правах человека на саммите демократий, невинные афганские люди, которые были застрелены американскими военными, были забыты, а киллеры остаются вне правосудия. Такова суровая реальность, которую принесли в мир демократия и права человека в американском стиле. Мы осуждаем жестокое военное вмешательство Соединенных Штатов в Афганистан, Ирак и Сирию во имя демократии и прав человека. Мы призываем международное сообщество расследовать военные преступления американских военных, убийство невинных граждан по всему миру и призываем привлечь их к ответственности. Правосудие может быть отложено, но не отменено. Эра, когда США самовольно действуют в мире под предлогом так называемых демократии и прав человека, окончена. В конце концов, пришел день, когда американские военные, убившие невинных граждан в других странах, будут привлечены к ответственности. Коллеги, ну вот понимаете, вот это наглая позиция и США, и даже вот эта вот Прибалтика, когда там кто-то вякает в отношении Китая, они же не знают истории. Китай, это когда еще была древняя Китайская империя, впервые была закрытая страна. И впервые Великобритания направила с новыми технологиями посла с дарами. Значит, вот они отправили в Китай. И когда приняли посла, император не встретился, конечно, а полномочия, она даже снова и что сказала. Послушайте, наша поднебесная империя настолько самодостаточна, и мы никогда вам не позволим с нами разговаривать с позицией превосходства. И передайте своему королю о том, что мы не нуждаемся в его подарках, и нашим даром вам будет то, что вы вернете домой живой. Понимаете, поэтому, когда они уважены... Первое, что грамотная оппозиция Беларуси, мы проявили первое, что уважение к этой стране, уважение тех принципов, которые проповедит Китай. И американцы постоянно пытаются в какой-то степени уничижать Китай, ущемлять их интересы. Но когда ладно, американцы, это уже сверхдержава, мы это все признали, но когда вот эти вот мелкие сателлиты пинают, соответственно, на такую мощную страну, они за это, конечно, ответят. И мы в скором времени увидим, как вот наши прибалтийские республики серьезно в экономическом плане пострадают, в том числе, из-за таких вызывающих высказаний в адрес Китая. И не только прибалтийские республики. Я вот посмотрела, впервые в этом году товарооборот между Европейским Союзом и Китаем превысил товарооборот между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Да, но это есть причина. Есть 659 позиций, товарных позиций, по которым замены Евросоюзов, кроме Китая, нет. То есть они не просто... Они сами себя убивают, по большому счету, когда портят отношения с Китаем. Это выстрелить не просто себе в ногу, это выстрелить себе в голову, по большому счету. И не понимать этого... Я бы обратил внимание на разницу философии самого построения международных отношений у Китая и у США. Вот Афганистан, да? США заморозили им счета, не дают никаких вакцин, закрыли границы и пугают соседние страны, чтобы ничего им не давали, не помогали. Там Кыргызстан нефть не поставлял, Таджикистан не помогал. Что делает Китай? Вакцины, гуманитарная помощь, включение в китайскую платежную систему. То есть совершенно другая логика. Логика про то, что Си Дзинпин еще говорил на столетии КПК, на 70-летие КНР, это логика антиколониализма и антиимпериализма. Логика того, что вы к нам пришли, вы нас эксплуатировали, вы вот эти наркотические опиумные войны развели, но мы так делать не будем. Мы наоборот поможем модернизироваться и Африке, и Азии, и защитим те страны, на которые вы нападаете. И это больше все ужасает США. Почему? Потому что оказывается, что свобода, это немножко другое, это право самому развиваться и сотрудничать с теми, с кем ты хочешь. Это американцев, конечно, не устраивает. И сегодня это фактически объявление новой холодной войны. То, что сказал официальный представитель МИД, что важное слово, эра, когда США самовольно действуют в мире, окончено. В общем-то, это... Конец попытки построения вот этого однополярного, тоталитарного, не побоюсь этого слова, сказать, мира. Ну, у этой всей цепочки камин-аутов, признаний, есть и продолжение, которое непосредственно касается нас. И скажите после этого, что мы вам об этом не говорили. Мы и Александр Григорьевич Лукашенко в частности. Мы следим внимательно за европейской и польской прессой. И вот какие материалы начинают появляться. В Варшаве раскрыли план по воссозданию Речи Посполитой. Обозреватель газета польска Цуденни, Барчак, разродился статьей. Довольно серьезной статьей. Суть ее заключается в том, что Россия, скорее всего, в ближайшее время, так сказать, будет, простите за грубое слово, хана. И вот здесь-то пришло наше время. Польша находится на верном пути к восстановлению Первой Речи Посполитой в форме связи и сотрудничества объединявшего входившие в нее народы. Дело за нами. Пора начать польское наступление, подытожил он. Колумбнис предложил дождаться, когда Россия утратит позиции сильной стороны, после чего распространить свою власть на Минск и Киев. Варшава может даже пойти дальше, чем 400 лет назад. Не только отреставрировать обширное восточноевропейское государство, но объединить весь регион Междуморья. Там констатируется, что Украина уже все, миллионы работают у нас, она практически управляемая. Осталось дождаться, когда Россия окончательно рухнет и Беларусь станет Польшей. Я думаю, что он немножко тут лукавит, они не дожидаются. Карта поляка и многие другие формулы. Тот же, я с коллегой писали еще два года тому назад исследование, польский мир фактически, то есть они объявляют, что они будут строить именно модель восстановления вот этой Речи Посполитой. И они объявляют, что они имеют право не то, что там на белорусов, украинцев, я когда прочитал, в шоке был, татары, армяне, оказывается, молдаване, румыны. Вот это междуморье от Средиземного, это не от Черного, от Средиземного моря до Балтийского моря, это зона интересов Польши и те страны, которые там находятся, должны быть сателлитами Польши. И самое главное другое, исповедовать те ценности вот этой шляхетской первой Речи Посполитой, которая родила, вот как они говорят, более развитый польский народ. Что-то с этой империей уже солдаты побежали. Вы знаете, политика реваншизма Польши, она не принесет ничего хорошего ни нам, ни польскому, государству и людям. Но нужно к этому относиться со всей серьезностью. И нужно быть готовыми и демонстрировать то, что мы готовы отвечать на угрозы. Иначе вот эта политика реваншизма сорвет крышу польскому руководству. Но что касается вот этого материала, я думаю, что таких материалов скоро в польской прессе будет все больше и больше. Мы не говорили в августе 2020 года, что оттяпают и даже не поперхнутся. Говорили. Такая традиция есть у польского государства, к сожалению. Как только где-то что-то слабнет, они всегда готовы чужую территорию прибрать к рукам. Главное здесь то, что всегда вот этот империализм, шовинизм польский, когда он возникает, он приводит к трагедии для самой Польши. Польша заканчивает свою жизнь, свое существование. То они хотели Люблинская уния, Великое княжество, Литовское, то они Западную Беларусь, Западную Крыму. И все это приходит к одному. Единственный момент, когда Польша более-менее самостоятельно жила, это Польская народная республика, либо Пястовская Польша, когда она не претендовала ни на древнерусские земли, земли соседей, и сама себя развивала. Еще интересная новость пришла. из медийной сферы на этой неделе глава МВД Германии призвала ужесточить контроль над Телеграм. Нэнси Фейзер выступила за ужесточение в целях борьбы с разжиганием ненависти, призывом к насилию, агитации в интернете. Мы должны действовать более решительно против травли, насилия и ненависти в интернете. Что я читаю? Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило против Телеграма два дела о нарушении закона об улучшении правоприменения в социальных сетях, на которые оператор мессенджера не отреагировал. Федеральное правительство не допустит такого, предупредила министр. Но мы помним, что в августе 20-го года, когда... Ну, какого 20-го? До 20-го уже года полтора-два творилось, и как Германия по этому поводу хихикала, немецкая полиция провела обыски у противников вакцинации, членов Телеграм-группы. В ней они обсуждали планы убийства главы региона Михаэля Кричмера. К облаве был привлечен и спецназ. В отчете полиции сообщал, что 130 человек там задержаны. И сейчас мы давайте вспоминаем, как действовала наша, ну, назовем это оппозиция, наверное, но я считаю, что это экстремисты в 20-м году у нас. Ну и как на это реагировать? Ну, уже не хочется говорить ни прикидно, не двойные стандарты. Вы знаете, я о чем хочу сказать. Вы просто вдумайтесь, противники вакцинации задумывают убить главу власти местной. Вот просто вдумайтесь, попробуйте проанализировать это. Это про то, что вот эти месседжеры, какой ужас и дичь несут в головы граждан, неважно, белорусских, немецких, либо других. Нужно очень внимательно и аккуратно. Я еще раз говорю про информационную гигиену. Относиться ко всем таким чатам и реально это угроза. И то, что делаем мы сегодня в нашем государстве, это правильно. Нужно защищаться от этого. Я хочу сказать, что глава МВД Германии Нинси Фейзер лицемерка, потому что на ее территории живут люди, которые разыскиваются Белоруссию за организации массовых убийств и терактов. Более того, насколько я понимаю, вот эта встреча состоялась в Берлине. Послушайте, о чем там шла речь. Партизанское движение необходимое в Беларуси? Потому что мои друзья, они сейчас там партизане. Они не позволяют лесу не возиться. Что-то там на железной дороге делают. Понимаете? Вы считаете, необходимое это? Да, конечно, необходимо, так оно существует. А мы же куда не делось? Конечно, мы же каждый день общаемся с белорусами, которые в этом партизанском движении делают то, что может. Вот эта кухарка, по-моему, это Париж была, вот я не помню, это не Германия, но в любом случае Европейский Союз общается с партизанами, которые в ежедневном режиме, которые взрывают у нас там пути и пытаются... Иван Михайлович, давайте вот белорусам еще раз спокойно объясним. Что такое обсуждение любых насильственных действий в чатах или какая-то партизанщина? Это ОПГ, организованная преступная группировка. Друзья мои, уберите все вот эту вот фальшь романтическую, понимаете? Это преступление и очень жестко наши правоохранительные органы будут привлекать к ответственности за эти действия. И потом, не обижайтесь на сроки. Но муж присел на 18. Да, ну, пожалуй, вот. И плевать хотела на мужа. Послушайте, она полуулыбаясь там комментирует на своего мужа. Это вообще просто... Понимаете, насколько вот это лицемерно, понимаете? Знаете, я хочу вам сказать, вот преданная бы прибежала бы сюда, вот, к застенкам и сказала, я вот здесь, я из-за мужа своего готова жертвовать собой. Нет, наплевать, будет сидеть там. Не декабристка. Да, не декабристка. Но, понимаете, белорусы, вот еще раз, надо понять. Я вообще удивляюсь, когда я вот захожу, проверяю, сколько там еще остается подписчиков у этих преступных каналов. Вот посмотришь и думаешь, господи, сколько идиотов еще осталось. Послушайте, ладно, там есть людям, которым по службе вас надо отслеживать, да, посмотреть там, кто работает, вы думаете, ведется учет. Что вы там комментируете? Да, там ботов половина. Да, ну половина ботов. И не белорусов. Слушайте, и не белорусов. Но все равно, есть часть людей, которые здесь еще вот такой ролик, послушайте, да, после того, как это, во-первых, вот эта женщина, которая задавала вопрос, она уже поступила под статьей, уголовность. Поймите, немножко в 20-м году у кого-то вот правовые аспекты не срослись. Подумали, что в период хаоса можно совершать уголовные преступления, и за это ничего не будет. Но правильно, они могли же сразу возбудить там тысячи уголовных дел. Подождали, успокоили. И видите, сейчас приходится нести ответственность. Так зачем вам второй раз в то же болото? Категорически должно быть одно отношение. Это организованные преступные группировки, участвовать там точно то же самое, что вас будут приглашать, продавать наркотические средства, убивать, грабить. Это абсолютно идентичные вещи, потому что социальная ответственность будет такая же. Вадим, мы вот за этим столом в клубе много раз говорили и год назад, и раньше, и позже, о том, что выражать свою точку зрения может каждый. Но делать это нужно, не нарушая действующие законодательства. Мы их зовем в эфир, мы, фон дер Лайнен, письма, звоним там, и представители средств массовой информации, и политиков. Вы думаете, хоть кто-то нам дал согласие выступить перед нами? Мы обещали выдать в прямом эфире, но не вырезая вашу точку зрения по самым разным вопросам. Вы швидетки не убегают. К сожалению, сейчас вот эта пропаганда, которой они живут, логикой пропаганды, что они могут выступать не в средствах массовой информации, а в информационных, пропагандистских ресурсах. Второй момент, такая историческая параллель. Вот, да, Тихановская говорит про какие-то партизанские движения в Париже на 1812 год, честное слово. Доминик Радивилл, которого проплатила, там, не знаю, парижская, там, Наполеон. Потом, если в Германии это происходит, это вообще ужасно, это 41-й, там, 40-й год. И все это повторяется, и повторяется, и повторяется. Люди, вы должны научиться истории, что предательство, коллаборационизм, это даже, я бы даже назвал, определенное мировоззрение, которое ущемляет самого себя. Беларусь. Я вам вот скажу самое главное, Иван Михайлович, что вы говорили, там, мы зовем кого-то, надо расслабиться и никого не звать. В чем вопрос? Они нас развели, немножко, накануне. Они же нас не зовут. Послушайте, они нас развели, вспомните, мы и день воли им разрешили. И разговаривали, и создали они тут клубы любителей собачек, скворечников, кого они только не любили, но цель была одна, дестабилизация ситуации. Учим польский, готовимся на карту поляка, и мечтаем о том, что Брест и Гродно присоединяться к другому государству. И прочее, и прочее, и прочее. Так вот, мы сегодня сделали, вы извлекли уроки и сделали выборы. Выводы. Вот правильно Александр Горьевич говорит, не надо за нашими выборами никому наблюдать, кроме наших граждан. Вот будем сами наблюдать. Есть у нас союзное государство, если надо, пригласим российских экспертов. Посмотрят, может быть, из других республик СНГ. Но те, кто к нам приезжали постоянно, и мы за месяц до того, как они приедут, знали, что они напишут, смысл нам их звать. И то же самое здесь мы уже больше заигрывать не будем. Будет у нас абсолютно прагматичная политика в отношении западных стран. Еще одна новость, которая уже на самом деле не новость. Глава Еврокомиссии Урсула Фондер-Элейнен в Твиттере на фото с руководителем вот этого экстремистского крыла бывшей белорусской оппозиции, я имею в виду Тихановской, вот что заявила. Евросоюз поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию. Сегодня мы усиливаем нашу поддержку, выделяя дополнительно 30 миллионов евро на помощь в Беларуси молодежи, независимым СМИ, покинувшим Беларусь малым и средним предприятием, деятелям культуры. Вопрос. Являются ли независимые СМИ независимыми, если они получили 30 миллионов или хотя бы часть 30 миллионов от Европейского Союза? Иван Михайлович, выделение денег тем людям свидетельствует о том, что у них нет абсолютно никакой поддержки нашего белорусского общества. Поэтому им нужна вот эта финансовая инъекция, чтобы отрабатывать чужие интересы. Но когда ты получаешь 30 миллионов, ты и остаешься независимым? Для них это вообще предмет для того, чтобы перегрызть друг друга. Они же глотки другую перегрызут, получат 2-3 центра, а остальные что? И потом будут опять эти вот заявления нашего великого программиста, что до него бабки не дошли, где деньги он будет спрашивать? А куча, они же послушайте, они все друг друга сейчас уже грязью поливают. Тихановскую, 90% Тихановскую уже ненавидит. Света уже не знает, как с этой должности соскочить. Если бы Свете сегодня предложили вариант уйти, она бы первая летела бы и бежала бы куда-нибудь подальше, на море. Поверьте, выделение любых средств всегда предполагает форму отчетности о том, как они были потрачены и что за них сделано. Вот хотелось бы посмотреть эти акты выполненных работ. Ну и в продолжение заявления слов фонда Ляйнен о том, что она за свободу и демократию. Новость, которая пришла из Германии. Ютуб удалил новый канал RTDE Rush Today Германия. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке этого канала. На канале в это время шла прямая трансляция. Как вам? Свобода и демократию? Ожидаемо. Я думаю, что и те, кто запускал канал, понимали, что это произойдет. Просто они это сделали, чтобы еще раз всем продемонстрировать реальную ситуацию со свободой слова и демократией. А, была свобода не того слова. Не того слова. Должна быть свобода нужного слова. И тогда вас никто не удалит. На этом все. Спасибо большое, что пришли в Клуб редакторов. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин